Николай Георгиевич Гарин Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брышковский Мукден, 8 октября Десятисуточные бои, стоившие обеим сторонам До 70-80 тысяч выбывших из строя Как-то незаметно, без всяких видимых результатов Сошел на нет Привезли в Мукден японские пушки Восемь полевых, пять горных Горные, как игрушки, на двух колесах Около них толпятся солдаты, офицеры Посматривают молча, трогают руками и отходят Полевые повезли по городу, чтобы и китайцы видели Энергично говорят о предстоящих больших преобразованиях в армии Говорят о длинной кровопролитной войне Опыт последнего наступления показал, что брать неприятеля в лоб, даже когда он и не совсем еще подготовился к отпору, было очень и очень трудно Приходится буквально каждый шаг заливать кровью И каждую пять земли то брать, то опять уступать и опять брать Очевидно, что и нам, как и японцам, при их наступлении придется тоже прибегать главным образом к обходным движениям Окружением, отрезыванием Но для этого надо, очевидно, иметь и достаточное превосходство сил Имеем ли мы их в данный момент? Могли бы иметь их? Выполнила ли перевозка возложенную на нее задачу? Могла ли выполнить больше? В надлежащей ли степени использована современная техника? Все это вопросы, ответ на которые даст только история Но очевидно и теперь, что материал для этой истории, теперешняя война, даст богатейший Сегодня я виделся с графом Шептыцким, австро-венгерским представителем, который все эти дни был в 17-м корпусе Уже известно, что 10-й и 17-й корпуса сильно пострадали, и каждый из них потерял поровну В общем, 46 орудий Первый отступил 10-й корпус, обнажив левое крыло 17-го Правое же его крыло было обнажено вследствие того, что 6-й и 5-й корпуса, стоявшие сейчас же за его правым крылом, расположились уступами южнее В течение 4-х дней 17-й корпус удерживал позиции, надеясь, что 6-й и 5-й корпуса придвинутся и займут позиции на правом фланге, с которых 17-й корпус обстреливался японцами Тем более, что по рекогностировкам 17-го корпуса японцев там было очень немного Так, например, работало только 2 батареи И только по истечении 4-х дней японские силы увеличились настолько, что 17-й корпус вынужден был отступить так же и стать в линию со 2-м и 6-м корпусами Что же тут больше страдает? Организационный план или выполнение? Планы, диспозиция были удивительно хорошо и умно разработаны Я думаю, ни один полководец в мире не составил бы лучшего Что касается довыполнения, то я слишком, вернее, совсем не знаю, что делалось и в других корпусах и почему они делали не так, как, казалось бы, должны действовать в данную минуту Сношения с главной квартирой все время существовали, но сношений корпуса с корпусом, кажется, не было Поэтому и не знаю я, что побуждало их действовать так Казалось бы, что отдельные части должны были бы иметь побольше самостоятельности и инициативы Но неудачная инициатива генерала Орлова, может быть, связала всем руки Так что назначение отдельных армий в этом отношении принесет пользу? Это неизбежно, неизбежно Ваше мнение, война надолго затянется? Если не будет вмешательства держав, то, пожалуй, года на полтора-два хватит И результат? Я думаю, в конце концов, все-таки ничего не добьются Сил же больше все-таки у России Но разорительно война будет одинакова для обоих государств Вы считаете, надолго теперь приостановлены военные действия? Войска очень утомлены, при том стоят на позициях, с которых можно иметь сношение только по ночам А это уже плохой отдых И холодно, очень холодно Говорят, что недели три, а то и месяц мы простоим, чтобы отдохнуть, пополнить ряды Выиграв, когда назад на позиции? Сегодня же Удобно устроились? Нельзя сказать Нас несколько человек в фанзе Если натопить, насекомые одолевают А не топить, очень холодно Дрова есть? Мало Солдаты хорошо дерутся? От солдат ничего нельзя большего требовать Никакая другая армия Никакой другой солдат не выдержал бы этой первобытной обстановки Кормят хорошо? Теперь очень хорошо Даже мясо дают не порциями, а сколько съедят? Фунт и два Солдаты болеют? Нет Ваши солдаты железные Вы довольны, что приехали сюда? В смысле опыта? О, да Очень богатый опыт Который дает много материала для преобразования армии всего мира Мукден Продолжение Приехал инженер Вейнберг Работая по дорогам в третьем корпусе генерала Иванова Он сделал с этим корпусом наступление за Тайдзы И с ним же возвратился обратно Ввиду несомненного интереса Я привожу рассказ Вейнберга полностью Приезжаю я 21 сентября на свои мосты на Хуаньхе Близ Фушуна И не узнаю картины Обозы, обозы Вся долина запружена обозами И все тянутся к моим мостам Еду в штаб корпуса Наступление А я? Спрашиваю Вы перечислены к штабу разрабатывать впереди дороги Но озаботившись предварительно обеспечением уже сделанных Я так и поступил и вместе со штабом выехал 22-го утром Картина была очень эффектная Войска с развернутыми знаменами 24-е и 25-е прошли в разработке этого перевала И на рекогностировке других перевалов Впереди шли охотники А за ними мы с саперами Нас интересовал перевал Хуянпу Лежавший на кратчайшем направлении к нашей цели К реке Тайдзы К деревне Уиньюшинь На правом берегу Тайдзы Верст 8 восточнее деревни Бенсиху Места переправок уроки Но неизвестно было, есть ли там японцы Я послал в штаб навести справки И мне было указано обратиться к отряду генерала Дружинина Который занимался там рекогностировками И стоял штабом в деревне Чуанхуанзай Генерал Дружинин откуда подошел? С востока Он шел восточнее нас А западнее был Любавин Ну, в отряде мне сказали, что отправлены еще только рекогностировочные отряды У меня было с собой два казака И я поехал на этот перевал Хуенпу Перевал, впрочем, этот Казался почти невозможным для движения обозов И я разыскал два других Ведущих в ту же долину По этим двум и прошли обозы Часть обозов меньше По более высокому, остальные По более низкому и скрытому Делалось это понятно с целью Ввести в заблуждение японцев нашей численностью Так как повышенный перевал им мог быть виден Двадцать пятого вечером Где ночевали войска Штаб корпуса расположился в деревне Лидиупан А войска расположились еще впереди версты на три до деревни Ходяпуза С авангардным отрядом генерала Дружинина в деревне Чансунь Где уже был отряд генерала Ренденкампфа Отряд же генерала Любавина был еще западнее Около деревни Сиугузянца Приблизительно верстах в четырех От Бенсиху Двадцать пятого же вечером Я предложил начальнику корпуса построить Хотя бы пешеходный мост на Тайдзы Предложение было принято И двадцать шестого утром Вместе с капитаном саперной роты Субботиным И подошедшей железнодорожной ротой Третьего батальона Мы приступили к постройке моста Через два рукаватого дзы В холодную, как лед, воду Было не очень приятно лезть Но выбора не было Мы развели на берегу костры Приготовили чай Была водка И работа закипела Хорошо работают саперные И железнодорожные батальоны Идеально работают Они требовательнее обыкновенных солдат Потому что они образованнее Развитие Но когда перед ними созидательная Осмысленная работа Лучше их нет в армии И в этой работе И потом ночью При переноске раненых Они чудно работали К утру 27-го Оба наши мосты были готовы И мы приступили к постройке моста Для орудий 28-го кончили и этот мост И сейчас же по ним прошли 10-й и 9-й полки Для усиления отряда генерала Рененкамфа Который перешел тайзы в брод Ночью с 28-го на 29-е Мы атаковали японские окопы Уже на левом берегу тайзы И выбили их из двух окопов Но удержались мы в них Только до 8-ми часов утра 29-го К японцам явилось сильное подкрепление И кроме того Они предприняли обходное движение Против нашего левого фланга Бой был очень сильный И в общем мы потеряли До 1500 человек ранеными и убитыми С 3-х часов дня Деревня Уиньюшин Начала обстреливаться Японскими шрапнелями И наши войска стали отходить На позицию около деревни Ходяпузы К 4-м часам дня Вся долина По которой мы подошли к тайзы Стала обстреливаться Продольным артиллерийским огнем И поэтому обозам Было приказано вытянуться И ехать рысью За деревню Ходяпузы В 6 часов вечера выступили мы Нам предложено было захватить По дороге в деревню Уиньюшин Оружие наших раненых В деревне еще стояли Штабы генералов Рененкамфа Керченского и Экка Я отправился по фанзам Оружия и патронов Оказалось так много Что всего забрать нам Было не под силу Хожу в одну из фанз И вижу Лежат трое Один Ноги на камине Туловище на полу Раненый в живот Уже мертвый Другой раненый в голову В бессознательном состоянии Третий В бедро Лежит и стонет Говорит Уходите Возьмите Христа ради меня Еще в двух фанзах Оказались раненые Всего 42 человека Кроме тех Которые уже умерли Среди них Я зашел К первому раненому И говорю ему Голубчик Сейчас взять тебя И остальных раненых Невозможно Я возвращусь И тогда уж возьмем тебя Он мне ответил Убитым голосом Все так обещают Уже темнело На южной стороне деревни Гудела наша батарея На каждый удачный Японский выстрел Наша отвечала Залпом Из шестнадцати выстрелов Надвигались тучи Неслись раскаты грома Сверкала молния Сверкали выстрелы Рвались шрапнели Все имело вид Фантастического Мрачного И роскошного Фейерверка На фоне этого Мрачного На фоне смерти Неизбежный спутник И Комичное Шрапнель попала В самовар Генерала Креченского Вбегают в фанзу С веселыми лицами Два солдатика И приносят Две бризантные Неразорвавшиеся Гранаты От которых С ужасом Отшатываются Сидевшие И пившие чай Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Продолжение следует...